Библейский портал экзегет.ру представляет 34 глава книги пророка Иезекииля. Я читаю свой перевод с небольшими комментариями для портала Экзегет. Ну вот, эти 30 главы, они очень интересны, на мой взгляд, у Иезекииля, потому что Иезекииль, пожалуй, тоньше и подробнее других пророков, разбирает вопрос об ответственности разных людей. Ну, он много, как и все пророки, в этом он не оригинален, говорит о том, что беда постигнет израильтян, египтян, вавилонин, ассирийцев, уже постигла. Всех подряд. Ну и что же, такая атомная бомба, которая взрывается, и все погибают. Такое стихийное бедствие, да, не разбирает правого и виноватого. Нет, говорит Иезекииля, у людей есть личная ответственность. И пророк, мы читали в прошлой главе, дозорный, который предупреждает о нашествии. Если человек не внял предупреждением, то он сам виноват в том, что погиб. Но, хорошо, людей много, но ведь они не одиночки. Они не сами по себе, они живут в каком-то обществе, государстве, у них есть некая социальная структура. Что же, последний паденщик и царь, у них одинаковая ответственность? Их как цунами или взрывом, кого зацепило, тот погиб, да, а кто оказался подальше, тот спасся, и все. Просто это такая вот стихия, нерегулируемая никак. Нет. Мир ответственности разный. Каждый отвечает за себя. Мы читали в 33 главе, это очень важно. Но в 34-й все-таки некоторые люди отвечают не только за себя. Ну, в 33-й это был пророк, его задача предупредить. А в 34-й уже про вождей, правителей. И было мне слово Господне, сын человеческий, из реки пророчества на пастухов Израиля. Передаем пастухам, что говорит владыка Господь, горе пастухам Израиля. Они сами себя пасут, а пастух должен пасти стадо. Вот абсолютно гениальная формулировка. Какая власть хороша? Те, которые правые, левые, такие сяки, у которых такая программа или другая. Это та власть, которая пасет стадо. Что такое пасти стадо? Пастух сам рано встает, мало спит, может быть, не всегда ест, но заботится о своем стаде. А есть пастухи, которые пасут сами себя. Вы питаетесь молоком, одеваетесь в шерсть, забиваете откормленных овец, а стадо не пасете. То есть пользуетесь всем, что от стада. Ну, естественно, пастух было бы странно, если бы он ничего от стада не имел. Но другое дело, чем он занимается? Высматривает себе овечку полученную, шашлычок. Или он смотрит, какая из них там заболела, потерялась, с какой из них там что-то случилось, и надо ей помочь. Слабых не подкрепляйте, больной овцу не лечите, раненую не перевязывайте, заблудившуюся не приводите, потерянную не ищите. Потом у нас в Евангелии вот эта притча о потерянной овце, да, 99, оставит и пойдет искать сотую, которая потерялась. Но это все вот отсюда, образ пастушества им очень хорошо знаком, потому что стад у них было много, овец и косы они пасли. Итак, заблудившуюся не приводите, потерянную не ищите, сурово ваше правление и жестоко. Разбрелись они без пастуха и рассеявшись, стали добычей пылевых зверей. Но если пастух не беспокоится, не следит, естественно, стадо куда хочет туда идет. И всякие там дикие волки могут очень легко напасть на овец, отбившихся от стада. Блуждают стадо мое по всем горам, по всем высоким холмам рассеялось по всей земле мое стадо, и никто не ищет их, никто не собирает. А ведь это не просто метафора, это описание конкретного положения, в котором оказались израильтяне, рассеянные по разным странам. И оказывается, дело не в том, что вот они бежали от войны, от вавилонского нашествия, хотя это так, не только в том, что, ну, сложилась так жизнь, пришлось куда-то переехать, бывает. Но в том, что пастухи их не пасут. Вот был бы хороший пастух, он бы не позволил стаду разбрестись. А пастухи, соответственно, это цари и правители, вожди народа. Так что, пастухи, слушайте слово Господне. Жив я, пророчествует Владыка Господь, раз стадо мое стало добычей, отдано мое стадо на съедение зверям полевым. Пастыри не искали мое стадо, самих себя пасли пастухи, а не стадо. Много раз повторяют одну и ту же мысль, да, ну, чтобы уточнить, что значит самих себя пасли. Ну, то есть, самих себя кормили, поили, одевали и не заботились о тех существах, которые им доверены. Так слушайте, пастухи, слово Господне. Так, говорит Владыка Господь, я против таких пастухов. Ну, казалось бы, давно уже понятно, но все равно еще раз для особо талантливых это подчеркивается. Вот такие энергичные и суровые обличения часто приводятся по нескольку раз разными словами, чтобы уж никто не сказал, что не расслышал, не понял. Спрошу с них за мое стадо, не доверим впредь мое стадо, не станут пастухи пасти самих себя. Вырву моих овец из их пасти, не будут больше их пожирать. Даже, видите, вырву из пасти, то есть пастух, который действительно только шашлычком и интересуется. Так, говорит Владыка Господь, я сам отыщу мое стадо, найду их. Как пастух находит потерянное стадо, и снова он с ним, так и я отыщу свое стадо и спасу их из всех мест, где расселись они в день тучи и мрака. Возьму их от прочих народов, соберу среди разных земель и приведу их в собственную страну. Стану пасти на горах израильских ручьев и на всяком обитаемом месте в этой стране. И как же он их будет пасти? Вот пастухи не справляются, а Господь напрямую ведет свой режим Божьего правления, пока не ясно. Буду пасти их на зеленых лугах, на горах и холмах Израиля. Будет им пристанище, хорошо им будет там отдыхать, и будут им зеленые луга на горах Израиля. Я сам стану пасти своих овец, я дам им покой, пророчество Владыки Господа. «Потерявшуюся найду, заблудившуюся приведу, раненую перевяжу, больную подкреплю, а раскормленную и наглую уничтожу. Буду пасти их справедливо». То есть на шашлычок-то кого-то зарезать можно, но не того, кто повкуснее или кто попался в данный момент под руку. Чем вообще плохое правление государственное отличается от хорошего при любом строе? Ну, в основном тем, что при плохом хватают кого попало, или кого повыгоднее, скажем так, схватить, прижать, чтобы с него там получить какие-то блага. А при хорошем вот как раз раненую перевяжу, больную подкреплю, а наглую уничтожу. Буду пасти их справедливо. «Вы моё стадо, — говорит Владыка Господь, — я разберу спор двух овец, отделю козлов от баранов». Помните, аганцев от козлища, это впервые здесь. Ну, дело в том, что часто действительно овцы и козы паслись вместе, но животные всё-таки разные, и в какой-то момент их нужно разделять. «Мало вам, что ваше пастбище обильное. Зачем же топчете, что останется ногами? Пьёте вы чистую воду, зачем мутите, что останется ногами? Остальному моему стаду приходится есть то, что вы растоптали, и пить то, что вы намутили». То есть, смотрите, всем хватает на самом деле, да? Но кто-то берёт себе и портит всё остальное. «Понадкусывает», что называется, да? Вот так, наверное, в любом человеческом обществе, когда люди не дают жить другим, когда они себе берут, а остальных стараются даже иногда специально обездолить, ну, потому что выглядят эксклюзивно и очень выгодно на фоне тех, кому вообще не досталось, или досталось мутное и стоптанное, да? «Потому так, говорит ладыка Господь, я сам разберу спор толстые овцы и тощие. Толкайте свои плечами и боками, бодайте рогами слабых, пока прочих не прогоните. А я спасу своих овец, больше не быть им добычей, я спор двух овец разберу. Одного пастуха поставлю над ними, чтобы он их пас, моего раба Давида, и будет их пасти и станет для них пастухом. «Я Господь буду их Богом, а слуга мой Давид князем, так сказал я Господь». Вот, наконец, мы поняли, как это будет, как же Господь будет пасти людей, что лично каждому являться и говорить, дело и то, дело и это. Нет, он ставит своего царя, причем он называет слугой моим Давидом, этого царя, хотя Давид, как физическое лицо, давно уже умер, и это, безусловно, его некий потомок. Вот то, что мы называем мессианским пророчеством, да? Да, грядет мессия, а зачем он грядет, чтобы рассказать людям всякие хорошие истории, притчи, проповедовать им нет, для того, чтобы установить справедливое правление, для того, чтобы осуществить правление Бога в этом мире. Царство небесное, о котором будут говорить Евангелие, вот это оно и есть, небо царствует на земле. Но понятно, что оно не приходит сразу полномасштабно, что оно постепенно вырастает. Но тогда, может быть, этой тонкости еще не знали и представляли себе, скорее, потомка Давида, как справедливого царя на тройне. В любом случае его можно назвать мессией, помазанником, тем, кто избран Богом для этого правления. Я заключу с ними завет мира, и не станет в их стране диких зверей, будут они безопасно селиться в степи и ночевать в лесу. Я благословлю их самих и все, что окрест моего холма. Я вовремя не спошлю им дожди, и будут эти дожди благословенны. Полевое дерево принесет плоды, и земля даст свой урожай. Безопасно будут они жить в своей стране, и будут они знать, что я Господь, когда разобью им оковы на шее, и избавлю их от поработителей. Не будут они больше добычи для прочих народов, не станут пожрать их звери полевые, будут жить спокойно, никого не страшась. Что посадят, вырастут на славу, и голод больше не будет губить их, и народам не дам над ними насмехаться. И тогда они будут знать, что я Господь их Бог с ними, а не мой народ-дом Израилев, пророчествует ладыка Господь. Вы мое стадо, стадо на пастбище моем, вы люди, а я ваш Бог, пророчествует ладыка Господь. Вот, собственно, мессианское время, время прихода мессии, когда все будет хорошо, никто не будет их притеснять, обижать, убивать, и у них будет всего вдоволь. Но вот это некоторое будущее, которое придет неизвестно когда. Ну а что же окрестные народы? Про них будет сказано дальше, в 35-й, в частности, главе.